Что из этого можно? Кулочек вот сюда, да? А какой бы ты делать цвет? Вот этот. Ну да, я тут считаю, что к зелененькому подходит. Лиза занимается в Центре гармонии практически с момента его открытия, больше 9 лет. Ее мама Оксана делится с нами. Занятия девочке идут на пользу. Я увидела, насколько появляется у ребенка самостоятельность. То есть, если раньше я боялась там где-то оставить ее дома, что-то сейчас она может остаться и приготовить макароны, которые научила готовить их здесь в Центре. Вот она даже мне предлагает приготовить там вещи, которые я раньше не умела готовить. То есть, конечно, это во-первых. Во-вторых, есть группа общения, у нас проблемы с общением, и где детей наших учат общаться. И я вижу, что, не сказать, что мы прямо вот там стали общаться и так далее, но ребенок стал задумываться, она мне стала говорить, мама, вот у меня вот это не получается, вот помоги мне сделать вот это. То есть, вот я вижу, что идет развитие, оно вот прямо вот чувствуется. И таких семей с особенными детишками в Центре занимается около 130. За столько лет существования гармония только сейчас обрела свой дом. Это наше шестое новоселье. Мы росли вместе с нашими ребятами. Начинали с маленькой комнаты 12 квадратов, потом было чуть побольше, потом 30, 100. Но все это были не те условия, которые можно назвать комфортными и уютными. А все-таки хочется, чтобы человек, который нуждается в поддержке, чувствовал себя в безопасности, чувствовал себя эффективным, чувствовал себя значимым. И я понимала, что нужно создавать пространство, в котором все это будет соединено. Здание под Центр работы с особенными детьми выделила администрация. Необходим был капитальный ремонт. Деньги выделили из фонда президентских грантов, но их оказалось недостаточно. На помощь пришел друг коллектива Центра Алексей. Здание находилось в плачевном состоянии. Крыша, стены были, окна были, больше ничего не было. Деревянный пол, стены, обитые дранкой. Кто, наверное, знаком с деревней, понимает, что такое дранка и как стены выглядят. Включился активно в это и подключал, соответственно, свои ресурсы и помощь своих единомышленников, которых я, так сказать, призывал оказать помощь. Ну вот, как я говорил Евгению Александровну, Евгению Александровну, не переживай, все получится. Вот, исходя из того, что мы сейчас видим, у нас все получилось. Все получилось, и вот он, долгожданный момент открытия. Большой праздник не только для детишек, но и для педагогов Центра. Внутри все сделано для всесторонней работы с особенными детьми. В каких-то комнатах учат готовить, в каких-то развивают мелкую моторику. К каждому ребенку здесь индивидуальный подход. Самый, наверное, большой ключ к успеху – это просто принять человека. Принять его таким, какой он есть, и перестать его переделывать. Действительно, так сложились обстоятельства, что он не станет другим. Мы не можем его заменить, но мы можем сделать столько, на самом деле, чтобы жизнь этого человека стала полноценной, его жизнь, жизнь его близких. Дмитрий Газин, Сергей Дюков, Брянск.